Кто что делает дома? Настя дома ездит на пенни-борде. Опа! Получилось! Только что чуть не упала. Сейчас я не могу еще раз упасть. Я знаю. Ты как раз, да, в камеру достал? Она как раз хочет научиться. Я не знаю, что ей мешает на улице учиться. Хотя нет, знаю, там жарко, и людей она боится очень сильно. А дома вот то, что она может что-нибудь сломать или кого-нибудь. То есть, что-то сделать плохое, так ничего страшного, да? Нет. Поели бичики. У нас сегодня эконом-завтрак, ужин и все дела. Пока поморачиваешь. Наклоняешься как-то? Ну. Все, кто плохо наклоняется, заметил. Он наоборот вообще хорошо наклоняется. Да, ну ладно. Мне очень страшно. Опа! Видишь, что какая? Такая ездушка. Сейчас я научусь тут буду вообще. Ладно. Видишь, что ничего не будет с полом? О-о-о-о! Наконец-то идеальный день. Ну как идеальный? Сейчас будет дождь? По-нашему мнению, идеальный. Думаю, что... Машка в дырек. Так, кстати, тоже всеороже красное. Я знаю. Как мое тело. Я знаю. Но завтра отойдет. Завтра отойдет, может, это, почернее маленько. А то вообще не загорали толком. Два дня вообще в номере валялись, блин, из-за того, что болели. О-о-о! Смешной отдых получился. Но зато мы получили много-много-много опыта. Снова мы пришли уже днем в Олимпийский парк. Сейчас быстро пробежимся по основным объектам. Видок здесь, конечно, красивый. И вдали мы видим горы, которые еще, мне кажется, где-то там, в сторону Красной Поляны, идут. Мы снова проходим над трассами Формулы-1. Примерно так выглядят. На самом деле, мертво уже это все выглядит. Просто, мне кажется, стоят стадионы. Особо никто не пользуется уже ими. Формула-1, хоть одна бы машинка проехала, да, тренировка какая-нибудь. Может, они когда-то и ездят, но, видимо, очень редко. Ощущение все равно вот просто красивой умиротворенности и умиротвленности одновременно. Привет! Смотрю, ребята! Танчук, иди сюда! Пошли, Настя! Пошли, Настя! Привет! Мы отдыхаем последний день сегодня. Да? Прямо жаль. Мы тоже. Ну, пробочки, что ли. Паша очень радостный сидит. Ему прям нравится стоять в пробке. А я думаю, может прогуляться до пляжа, тут вообще не недалеко. Прям вот хорошо так. В этой пробке стоять пошла я погуляю там по волнам. Так лишь бы меня поезд не льдил. О, море, кайф! Такой цвет красивый. Прямо очень плохо. Что, ходила? На море. Дошла? Да, ножки помочила и обратно. Все, друзья. Как вы поняли, мы уже приехали домой. Да, неделю назад. Мы просто немножко пережевывали все свои эмоции. И хотим вам уже конкретно сказать, что, как и куда. Итак, первое. Зачем мы ехали туда? Мы ехали посмотреть, понравится нам там или нет вообще для того, чтобы там жить или в Краснодаре, или в Сочи. Ну, больше, наверное, рассматривали Сочи, потому что зимой там можно кататься на сноуборде, круто проводить время в горах. А летом там можно загорать, купаться и веселиться. Молодые ребята, которые могут себе позволить прямо сейчас куда-нибудь переехать и решить там жить в другом месте. Но, возможно, мы так подумали, что не самый, наверное, лучший вариант. Учитывая то, что не все схвачено, нет друзей, нет родственников. Все-таки нету поддержки какой-то. Поддержки, да. И нету таких уж прям глобальных поводов, чтобы туда переехать. Чтобы покататься на сноуборде, можно приезжать. Чтобы покупаться, нужно ездить в вообще другое место, но мы сейчас об этом поговорим. В общем, вот. Дорога. Друзья, дорога, допустим, с Урала очень тяжелая. Но в одного если ехать на машине, да, мы ездили на машине. Одному ехать на машине тяжело. Два дня, каждый день по 16 часов за рулем. Сон 7 часов. И вот так вот, вот в таком вот темпе мы ехали домой. Туда мы немножко и дольше ехали. Но, в принципе, это очень тяжело. Вот, то есть, если ехать дольше, то тебе нужно оставаться где-то, тратить деньги. И, в общем, это упирается все достаточно серьезно. Вот. Но ехать одному очень тяжело. Если ехать не одному, возможно, проще. Но в целом... Ты очень сильно думал, что у тебя даже утепляры лопнули. Были красными глазами. Так было бы жалко, но просто вот надо было. В целом все равно дорога тяжелая. Сама дорога, в принципе, не плохая. Покрытие, вот, местами не очень. Но вот есть одна волшебная дорога через Казань, через какую-то деревню, в общем-то, Казань. И если вы хотите ехать, ездите через федералки. Потому что там через вот... Ну, в общем, все очень плохо. Только через федеральные трассы. Не съезжайте на всякие непонятные трассы. Это может обойтись вам очень-очень не очень. Ну и самое главное, плюсы и минусы, какие мы для себя выделили. Давай, начнем с плюсов. Начнем с хорошего, я думаю, это плюсы. Вообще, еще нашей такой целью было, наверное, ну, лично моей, может быть, не знаю, как твоей, Паша, посетить Розу Хутор, потому что все это говорили, что там красиво, там горы. И хочу вам посоветовать съездить туда, если вы поедете на Юкросии, то не прожалеете денег. Съездить туда, может, не знаю, лучше не на экскурсию, лучше просто, можете съездить, там ходят прямые рейсы, как они, Ласточка называется? Поезд. Поезд, да, Ласточка, либо там на автобусе, но лучше не заказать экскурсию, потому что это будет лишняя трата денег, вам там ничего не расскажут. В общем, стоит вам посетить, я думаю, канатную дорогу, подняться на самый верх Розы Пик. Вы посмотрите горы, вы там покатаетесь, и это незабываемые эмоции. Но я катаюсь по канатной дороге первый раз. Мне понравилось. Мне было страшно, когда мы ехали вдвоем. Это прикольно. Еще есть плюсов. Если, например, рассматривать Адлер, мы жили около Олимпийского парка, и там было прикольно погулять, там есть движуха, там можно погулять, если быть спортсмен, то можно побегать. Да, там много спортивных различных сделано, агрегатов интересных, то есть, ну, не просто стадион, а рядом турники, дорожки специальные. Ну, в общем, есть действительно все, чтобы заниматься спортом. Там можно идти. Там, ну, там это развито, во всяком случае, я думаю, что, по крайней мере, в Перми такого вообще нет. И если вы будете жить в Адлер, то лучше всего мы вам рекомендуем жить около Олимпийского парка. Это не так дорого. Да, это не так дорого. Пляж менее насыщен, чем в самом Адлеле, и более-менее, ну, все в целом то же самое. Пляж у местей, пляж одинаковый, по сути. Ну, да, там много людей. Хоть где, везде одинаковый пляж, много народов. Но здесь хотя бы рядом все цивилизованное, очень современное сделано. Правда, грязное все равно, даже вроде издалека красиво, но местами находишь. Плюсы, плюсы. Да, точно. Я согласна, что у каждого свое восприятие, кому-то может нравиться вообще безумие русский юг, а кому-то он может нравиться. Но мы в основном это сравнивали для того, чтобы там жить, и мы сравнивали с заграницей, допустим, да? Как там отдыхать. Итак, минусы. Здесь нету никакого сервиса вообще. Куда не зайдешь, тебе от тебя хотят одного, тебе никто не рад, тебе могут грубить. Ты можешь, наоборот, получить сервис, и в конце тебе никто не спасибо, не до свидания не скажет. То есть, ну, в мелочах, во всем ты это замечаешь, то есть. Второе, это еда. Еда там стоит очень дорого. Даже в самом Макдональдсе, когда мы хотели туда сходить поесть, ну, мы туда сходили в итоге поесть, но там цены много дороже, чем у нас в Пермидар, допустим. Да, там Макдональдс вроде сети, но там цены больше, чем в России вообще в Макдональдсе. Хотя это сеть, но стоимость там на 40% примерно больше, чем вот у вас, допустим, в Макдональдсе, в Москве или еще где-то. В Магните тоже, кстати. Во всех магазинах там, да, были дороги. Да, то есть во всех магазинах цена почему-то дороже на 30%. Фрукты дороже, чем у нас здесь продаются. Это вообще смешно. Там просто тупо хотят поиметь денег. Это так мерзко, если честно, почему-то. Мне отвратительно от этого было. Третье, это, наверное, лично к нам относится. То, что мы ехали на машине, и это очень изматывает. Но, может быть, кому-то наоборот весело в дороге, там у них много людей, тогда, конечно, это как-то прикольно даже, да, наверное, ехать. Если там 4 человека, допустим. Четвертое, это очень много людей. Особенно на пляже очень много людей. Да. Да, прям, просто даже лечь некуда. Вот они еще смешные, я вообще не понимаю, что они там делают. Они ложатся все вот прямо к воде, понимаете? То есть ты, допустим, вот нам не заморозно пройтись до моря, да? То есть мы ложимся где-то здесь, у нас есть место. А вот здесь у моря... Куча людей. Они просто вот так вот вплотную, как им самим не противно. Вот ты просто поворачиваешься, у тебя жопа чья-нибудь вот здесь вот. Ты просто лежишь, вот тебе прям, вот тебе на тебя наступают, чтобы пройти к морю. Это тоже минус. Могут грабить. Ты, да, ты реально ощущаешь то, что ты можешь оставить вещи, а они не у тебя еще там. Реально. Очень немаловажный фактор. Мы с Пашей отравились и два дня пролежали. И очень много людей, например, у меня знакомых, кто тоже отравился на русском юге. Не знаю, это может какая-то клещечная палочка, либо мы там в Макдонусе поели. Не знаю, я помню, что там еда была реально плохая. Вот есть ощущение, что из-за погодных условий не всегда соблюдается температурный режим еды, и она просто портится. А может они не доготовили просто, потому что там очень большой поток людей. Короче, вот мы вообще вкусно не ели. Вот я вот рядом. Мы вообще не поели вкусно. Ну, в столовой в Геленджике была неплохая, вы помните, которую мы посоветовали. Реально, если будете ехать, все ходите в Геленджике, сходите. А в целом я очень вкусно. Очень вкусно все. Вот единственное, столовая, хотя мы обошли вообще почти все, кроме дорогих ресторанов, а там почти везде недорогие рестораны. В общем, мы обошли все, что бюджетное, и везде невкусно, везде ужасно, везде реально. Ну, ни сервиса, ни вкуса, ни цены. Ну, это, не знаю, неналаженно, мне кажется, эта тема. В общем, друзья, если вы едете на русский юг, ни за что не обращайтесь. Не забывайте о том, что вы едете, в первую очередь, на русский, а на вторую уже очередь на юг. И тогда у вас все будет замечательно, потому что ездите с правильным настроем, с правильной компанией, и зная правильные места, я думаю, что можно классно отдохнуть. Но мы на это все взглянули как обыватели, как большинство из вас едут. Поэтому я думаю, что мы показали с правильной стороны для вас это. Но в любом случае все может быть иначе у вас, у ваших друзей. Поэтому пробуйте сами. И вообще, впечатление нужно получать самому в первую очередь. Видео это все фигня. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что были с нами. Это закончилась эпопея по поводу юга. Мы хотели это сделать, мы сделали. Теперь новые цели, новые задачи. А вам всем спасибо огромное. Пока и пока. Огромный пока и пока. Давайте. Удачи.